Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Сегодня на повестке экономического календаря отчет по рынку труда Канады. Он будет опубликован в 12.30 по GMT. Статистика важная для нас, потому что некоторое время назад в арсенал как бы наших торговых идей мы добавили канадский доллар и оказались правы с выбранным направлением, потому что канадский доллар, как мы рассчитывали, должен укрепляться и в данный момент пара доллар канадец демонстрирует нисходящую динамику, что в принципе соответствует укреплению канадской валюты. Текущие котировки 1.3365, наша цель 1.33. И после того решения, которое ранее было принято канадским регулятором по процентной ставке того, что мы услышали в ходе правительных заявлений, вкупе еще с сохраняющимся потенциалом роста рынка нефти, снижение курса американского доллара, я полагаю, что сегодня после выхода данных по рынку труда Канады мы можем получить очень важный дополнительный катализатор, триггер для еще более выраженного развития нисходящей динамики. И на столь важном отчете, как рынок труда в Канаде, национальной валюте канадской экономики, ну ничего не будет стоить пройти за одну торговую сессию 50-60 пунктов. Поэтому цель максимум до конца текущей торговой сессии, раз у нас такой новостной катализатор впереди, это дожать нашу цель на отметке 1.33 и соответственно увидеть развитие медвежьего тренда в указанном вот эти финансовых активов. Больше на повестке экономического календаря уже ничего не будет, поэтому можно будет уже готовиться к выходным и собираться, друзья, на выходных к очень насыщенной торговой сессии и торговой неделе, скажем так, к следующей неделе, потому что будут данные по инфляции и конечно же пройдет заседание американского регулятора. Вот эти отчеты равнодушны, не оставят никого. Эти отчеты станут источником серьезных движений по курсу американского доллара. И если окажутся правы продавцы, а я среди них, мы на следующей неделе увидим более мощную нисходящую динамику по американскому доллару, что конечно же окажет дополнительную поддержку всем рисковым инструментам, за которыми мы следим. И по большинству из них, конечно же, ставка была на дальнейшее укрепление. Давайте поговорим про доллар. Индекс американской валюты сейчас котируется на отметке 103 пункта ровно. Я не ожидал, что за одну торговую сессию мы получим снижение сразу на один пункт. Это очень много для очень консервативного инструмента, такого как индекс американской валюты. Обычно один пункт чуть больше это реакция на какой-то очень серьезный макроэкономический отчет, либо фундаментальное событие. Но вчера, как мы помним, такого не было. Ну, разве что отчет по перечным заявкам на пособие по безработице. Мы, конечно же, сейчас можем сказать, что именно он стал причиной развития нисходящей динамики. Хотя, как бы отрицать это не нужно, ведь мы увидели экстремальные показатели по первичным заявкам, что стало дополнительным свидетельством того, что американский рынок, постепенно рынок труда, постепенно охлаждается. Так вот, если снова подсветить развитие нисходящей динамики в ходе вчерашней торговой сессии, мы априори должны сравнить настроение в отношении повышения ключевой процентной ставки. Ну, потому что это очень важно. Я считаю, что было бы совершенно невозможно, если бы мы сегодня констатировали с вами, например, снижение курса доллара, а при этом вероятность повышения процентной ставки за торговую сессию стала бы, на июньском заседании, стала бы еще выше. Но таких отклонений нет сейчас, хорошо, поэтому мы можем посмотреть на инструмент Fight Watch Tool и легко убедиться в том, что на данный момент времени вероятность повышения процентной ставки на заседание, которое состоится в следующую среду, составляет 25,2%. Это буквально за несколько дней, друзья, до самого заседания американского регулятора. Я думаю, что уже вряд ли что-то может случиться, чтобы вероятность повышения ставки выросла значительно, перевалила за 50%. Поэтому я думаю, что где-то рядом с текущими значениями мы будем, вплоть до заседания американского регулятора в среду. А потенциально во вторник, когда выйдут данные по инфляции, в случае дополнительного снижения инфляции в прошлом месяце, скорее всего, вероятность повышения ставки станет даже еще ниже. По данным опроса Reuters, это цифры на вчерашний день, большинство аналитиков уверены, что ставка не повысится. Плюс ко всему, американский регулятор сохранит статус-кво до конца этого года и где-то там, в середине 2024 года, начнет ставку снижать. Мне такой сценарий, честно говоря, нравится. И я в том или ином формате уже озвучивал его вам ранее, как бы давая свою субъективную оценку того, что должно произойти с политикой американского регулятора на ближайшее время. Что касается отчета по первичным заявкам на пособие по безработице, рост за неделю их общего числа составил 261 тысяч. Это максимальный показатель с ноября 2021 года. Это очень много. К такой статистике, конечно же, трейдеры, инвесторы и те, кто следит за макроэкономическими данными, не привыкли. И когда, собственно, все увидели этот релиз, конечно же, снова появилась возможность говорить о том, а не окажется ли все-таки американская экономика в той самой рецессии и экономическом спаде? И не заставит ли такое развитие событий американский регулятор раньше времени отказаться от своего статуса КО в ожидательной позиции и начать даже смельчать монетарную политику? Но ответа на этот вопрос пока что нет. Я думаю, что последующие макроэкономические данные в этом году нам помогут разобраться окончательно в общей ситуации. Но на текущем этапе все складывается в пользу того, что повышения ставки мы не увидим. И, соответственно, индекс доллара вряд ли увидит уже прежние локальные максимумы. Золото 1964 доллара за тройскую унцию. Индекс настроений сегодня как раз подсвечивает очень хорошую возможность для открытия сделок на покупку. 73% трейдеров сейчас в коротких позициях. Я ранее говорил, что для меня показатель индекса настроения будет прям финальным аргументом, окончательным и решающим для принятия решения об открытии длинных позиций. И сегодня, собственно, я это сделал. Друзья, ждем развития восходящей динамики, ждем инфляцию, заседание Федрезерва и восстановление котировок золота до 2000 долларов за тройскую унцию. Доллар канадец, как уже отметил, 1.3365 текущей котировки. Цель 1.33. Все зависит от реакции рынка на сегодняшний отчет по рынку труда. Но не будем повторяться, я ожидаю нормальные цифры и то, что этот отчет станет дополнительным катализатором роста канадской валюты. Австралийцы против доллара 0.67 текущей котировки, поэтому предлагаю уже фиксироваться. Те, кто открывал ранее сделки в расчете на развитие восходящей динамики, если хотите дальше рисковать, напомню, что Резервный банк Австралии дал понять, что ставка будет снова получена. Поэтому чисто теоретически, конечно же, австралийский доллар может выйти на уровни и 0.68, и 0.70. Но на текущем этапе я решаю, что лучше сфокусироваться на тех идеях, которые раньше озвучивал, и не распыляться прямо на совсем большое количество рисковых активов, потому что впереди источник повышенной неопределенности. Событие, которое может совершенно неожиданно повлиять на все рынки. Это заседание Федрезерва. По британской валюте все без изменений. Мы стали еще ближе к нашей цели. Текущие котировки 1.25.47, то есть за вчерашнюю торговую сессию прибавили больше 50 пунктов. Выступление Риша Сунака, его интервью Sky News, в котором он подтвердил, что добьется снижение инфляции вдвое в этом году. Не знаю, как он это сделает. На мой взгляд, единственный инструмент, который чисто теоретически может помочь добиться такого эффекта, это прямо агрессивное повышение процентной ставки. Если он все-таки хочет зайти через давление на регуляторов и убеждение его в том, что только от него зависит судьба и дальнейшей карьеры, собственно, Сунака, и общей ситуацией с инфляцией, тогда ставка будет расти, причем более опережающими темпами, чем прогнозировали мы. Цели, друзья, 1.27 и потенциально выше. По рынку нефти без изменений я сохраняю длинные позиции по текущей котировке 75.50. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.